Приветствую вас! Я думаю, что стоит обратить внимание на как минимум два важных момента, которые вы упоминаете. Первый момент это то, что вы говорите, что у вас депрессия. Понимаете, депрессия это серьезное заболевание, которое нужно диагностировать, и по результатам диагноза назначается лечение. И уже в результате этого лечения можно говорить о психотерапии. Если оно вам, грубо говоря, будет прописано, то есть если лечащий врач ваш решит, что вам можно назначить психотерапию. В остальном случае нельзя говорить, что у вас депрессия. Потому что, ну, нет диагноза. А мы здесь как бы не врачи, чтобы диагностировать подобное. Это первое. То есть, если вы считаете, что у вас действительно депрессия, если вы уверены в этом, то я полагаю, что вам желательно обратиться к врачу. Вот. А вам желательно обратиться к врачу для того, для того, чтобы подробно все разобрать, разобрать подробно. Чтобы не было, не было никаких, ну, никаких проявлений двусмысленности. Ну вот. Это первое. Второе. Вы говорите обо, что у вас истерика в, ну, внутри, то есть, внешне все нормально, а внутри вас истерика. На мой взгляд, возникает вопрос. Так не потому ли у вас депрессия, как раз, что вы подавляете себя, подавляете свои желания, подавляете свои, ну, например, порывы, свои, например, чувства. Подавляете, например, импульсы, которые у вас есть. И именно этим, и именно этим вы себя как бы и подавляете, именно поэтому находитесь в депрессивном состоянии. То есть, первое, что я рекомендую сделать, это вот выплеснуть весь негатив, который у вас имеется. Вот, именно, ну, именно вот на данный момент, чтобы не было такого чувства, что вы в истерике, чтобы вы не чувствовали себя в истерике, чтобы вы чувствовали себя все-таки более спокойно, более расслабленно. То есть, все эмоции, которые у вас есть, весь негатив, который у вас есть, все это нужно выплеснуть сперва. Иначе просто ничего не получится тогда. То есть, у вас очевидно, что вы испытываете давление сейчас на себя. Но это давление вы вообще никак не можете, ну, как бы, освободиться от него. Потому что запрещает. И причина запрета, то есть, по какой, например, по какой я причине никому не показываю, что мне плохо. Чего я, грубо говоря, боюсь. Чего я опасаюсь. Как, я думаю, люди оправдируют на, допустим, мою истерику. На мои проявления чувств. На чем основаны мои такие вот выводы. То есть, благодаря чему и чему я сделал такие выводы. Что будет лично для меня, если я расскажу о том, что чувствую. Вот как я буду себя чувствовать сама в этот момент. То есть, вот эти все вещи, да, они очень важны на самом деле. Потому что именно от них зависит то, как вы сейчас себя ощущаете. Именно от этого зависит ваше состояние сейчас, на данный момент. И если вам хочется, чтобы было по-другому, а я уверен, что хочется, иначе бы у вас здесь не было. Вот. То нужно обязательно, вот, значит, Нужно обязательно сейчас сделать вот такую ремарку. И тогда у вас все будет нормально. Ну, по крайней мере, вы станете на путь нормализации своего состояния. Лучше это делать, конечно, с психологом. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.